В Самаре продолжается работа по вывозу незаконных торговых объектов с улиц города. С начала 2024 года демонтировали и вывезли 94 таких объекта. До конца года планируется ликвидировать еще 34. Об этом на еженедельном рабочем совещании в администрации города доложил руководитель Департамента экономического развития инвестиций и торговли Владислав Зотов. Он также отметил положительную динамику. В 2017 году в городе было более тысячи таких торговых точек, а сейчас почти в шесть раз меньше. Но список может и пополняться, поскольку недобросовестные предприниматели продолжают установку нелегальных объектов. Районами на постоянной основе проводится работа по явлению новых самовольно установленных НТО и внесения их в реестры. Так, в текущем году появилось новых 46 объектов. Кроме того, на совещании под руководством главы Самары Елены Лапушкиной обсудили и работу районных административных комиссий. Они занимаются в том числе выявлением правонарушений. Среди них незаконные граффити, парковка транспорта на газонах, нарушения правил благоустройства и другие. Штрафы за эти правонарушения поступают в бюджет городских районов. Поэтому активная работа в этом направлении – это отличная возможность увеличить количество реализуемых проектов, направленных на улучшение качества жизни горожан. Важная работа, которая дисциплинирует нас сами, по наших жителей. Поэтому, конечно, работу надо продолжать. Важно, чтобы вы наполняли бюджет за счет этих штрафов. На встрече обсудили порыв на водоводе в районе улицы Владимирской, из-за которого часть многоквартирных домов Ленинского и Железнодорожного районов остались без воды. Специалисты обследовали участок. К наступлению ночи 11 августа они добрались до места повреждения водовода и подготовили его для восстановительных работ. К утру 12 августа утечку полностью устранили и запустили процесс подключения воды в дома. Но при этом не было своевременного оповещения людей об отключениях, а также достаточного снабжения жителей питьевой водой с помощью бойлеров. Если бы было вовремя оповещение, люди бы хотя бы водой запаслись и не было бы так болезненно в выходные дни оставаться. Из-за чего произошла несогласованность действий, обсудят на дополнительной встрече с представителями ресурсоснабжающих компаний, где будут детально разбираться в произошедшем и продумывать шаги, которые помогут разрешить подобные ситуации в будущем. Андрей Грагуленко, Николай Пифанов. События.